В понедельник, 19 июня, в администрации ЗАТО Фокина состоялось плановое аппаратное совещание. Глава городского округа Александр Баранов определил для руководителей структурных подразделений задачи на предстоящий период. Повестку дня аппаратного совещания в администрации ЗАТО Фокина открыл актуальный вопрос последнего времени – набор граждан на контрактную службу в зону специальной военной операции. Дело важное и ответственное. Этому направлению уделяется особое внимание на всех уровнях власти. Начинаем по старой же теме. Это набор на контракт 25-го администрации. Вчера у нас состоялась конференция с главным федеральным инспектором. Далее глава сделал акцент на исполнении доходной и расходной части бюджета за первый полугодие 2023 года. Получателям денежных средств важно определиться также с основными параметрами муниципального бюджета на предстоящий плановый период. То есть до конца года. Но в основном мне интересуются вопросы ремонтно-строительные, те, которые в течение лета надо, освоить их задачу. Вопрос о состоянии городских дорог не теряет своей остроты. Жители Фокина жалуются на безобразное состояние грунтовых дорог, особенно тех, которые сильно пострадали в результате ливневых июньских дождей. Власти переадресовывают претензии в адрес компании, ответственной за ремонт муниципальных путей сообщения. У нас товарищ Русского СДС опять выходит на то же, что было в прошлом году. Получит мало денег за выполнение работ по дорожной деятельности. У нас в дороге с твердым покрытием приведены почти все формативные состояния, поэтому остаются только грунтовки. И по грунтовкам каждый день идут жалобы. Станционная, дачная, дальная и так далее. Поэтому претензии. Я понимаю, что бизнес живет своей жизнью, но жизнь в город мы не должны бросать. Задача по реорганизации общеобразовательных школ номер 254 и 257 требует ускорения реализации. Соответствующие указания дано управлению образованием зато Фокином до 1 сентября. До начала нового учебного года вопрос должен быть решен. Вам остается неделя, чтобы людей предупредить, прийти на новые штаты и так далее. Потому что отпускают и так далее. Но здесь в основном касается технических работников. Ну и частичных воспитателей. Как я говорил, две школы, они нормативно на 220 человек были, сейчас учатся по 50. Штаты должны быть один в один. В связи с предстоящей новой волной непогоды, управляющим компаниям города, дано указание провести работу по расчистке ливневых стоков и кюветов. Особое внимание следует уделить ремонтным работам в Доме офицеров флота. В течение трех дней там необходимо провести гидроизоляцию от мостки, чтобы избежать подтопления подвальных помещений здания, где проведен капитальный ремонт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова